Девушки отдыхают Спешим вновь вас порадовать пачкой всевозможных новостей и релизов из мира инди-игр, приправленных нашей субъективщиной. Вещают для вас, как обычно, Глеб Мещеряков и Иван Лоев. Несмотря на то, что новости от МакМиллана у нас сегодня есть, начать предлагаю не с них. Да и новости-то там пших. В общем, поддерживаю. Если помните, я в прошлом году заканчивал обзор No Man's Sky тезисом в духе «Это не очень хорошая игра, но зато отличная технодемка». Этот тезис развивает один из создателей проекта, выступивший на GDC 2017, с докладом об их козырной системе процедурной генерации мира. К сожалению, там много технических терминов, и всё это на английском, разумеется, но, если вам эта тема интересна, посмотреть, лично я, настоятельно рекомендую. Впрочем, за прошедший год изменилась и сама игра. Уже случилось два больших облагораживающих апдейта, а теперь на носу третий. Точнее, он уже вышел. Обновление под кодовым именем Atlas Ryzen улучшает графику, прокачивает ту самую систему процедурной генерации мира, вводит целую пачку новых фишек в игровой процесс и вносит массу других изменений. В результате поговаривают, что выйдя игра вот в таком состоянии сразу, никто бы и не подумал жаловаться на отсутствие глобального мультиплеера. Его тут тоже вроде как добавили, только вот игроки почему-то друг друга всё ещё не видят. В целом, я хочу заметить, что мне нравится, что игра не умерла после всего того, что на неё обрушилась, а продолжает развиваться. Это о многом говорит, мне кажется. А говорит ли о чём-то рост количества игровых релизов Steam после включения Steam Direct, пока судить сложно. А почему не говорить-то? Вот включили, вот случился рост. В прошлом году в июле вышло 28 игр, а в этом 84. Всё чётко и ясно. Вполне возможно, этот бум связан с тем, что разработчики сидели и ждали, когда же введут замену Steam Greenlight, чтобы не париться с ней. Надо смотреть, как будет в дальнейшем график себя вести. Хм, это разумно. Ну, тогда просто вот вам информация к размышлению. А пока вы думаете, можно посмотреть на первый и очень атмосферный тизер короткометражки Papers, Please. Ваши документы. Больше тут и добавить нечего. Продолжая тему отечественных разработок, отметим, что у нас в блогах уютно расположился топик, в котором авторы хоррора Twin Souls рассказывают о ходе разработки проекта. Из познавательного. Там можно будет почерпнуть, как работает местный и весьма нетривиальный искусственный интеллект, кое-что о законах этого мира и поглядеть на скриншоты и арты. В общем, постепенно Twin Souls обрастает интересными деталями. Ссылка, как известно, в описании. А тем временем, Скорн, выживательный хоррор имени Рудольфа Гигера, обрастает геймплейными кадрами, которые, несомненно, нагнетают атмосферу, но не сообщают практически ничего нового. Еще семь минут сочащегося... неизвестно чем игрового процесса, подъехали к нам в связи со стартом новой кампании на Кикстартере. Авторы решили подгрести себе еще баблишко? Да. Они просят еще 150 тысяч долларов на полировку проекта, потому что хотят, чтобы игра вышла максимально похожей на то, что они задумывали изначально. И в целом демонстрация меня порадовала. Выглядит все очень похоже на то, что рисовал Гигер, вот только логику происходящего я не понял. Чувак просто прошелся по коридору туда-сюда, на него напало несколько малявок и... Все? Что? Куда? Зачем? Почему? Непонятно. Так что ждем. Обещают выкатить игру уже в 2018. Тогда же мы наконец-то дождемся и Мор Утопию, которая с недавних пор стала называться просто Мор для нас и Патологик 2 для всех англоговорящих собратьев. В дополнение к этому обещают, что разработка станет наконец-то более открытой, потому что с недавних пор студия Ice Peak Lodge сотрудничает с компанией Tiny Build. А они чем знамениты? Выпускали Punch Club, например. А сейчас заведуют проектом Hello Neighbor. Это что-то вроде переосмысления, как достать соседа. По игре YouTube знатно сходит с ума. В общем, в честь объявления о ребрендинге и таком сотрудничестве Ледорубы выпустили геймплейный трейлер и обещают, что на выставке Pax West покажут новую демку игры. А потом ее немного подшлифуют и дадут в качестве альфа-версии нам, простым смертным. Которые заплатили за альфа-доступ на Kickstarter. Не без этого, конечно. А вот на разработку Freaky Awesome вы не сможете задонатить. Зато можете почитать интервью с Мандрагора Тим, где разработчики делятся новостями о проекте, раскрывают некоторые подробности и механики, но по большей части просто рассказывают о том, как все движется. А еще о визуальном стиле, анимации, пиксель-арте и выставочных заморочках. Ждем динамичный и хардкорный рогалик с коопом где-то осенью этого года. Что ж, а если вам хочется чего-то прям вот сейчас, могу отрекомендовать Subsurface Circular, детективный мини-квест от автора Thomas Was Alone и позапрошлогоднего стелса Volume. По сути, перед вами лихая детективная история. Аналог убийства в Восточном Экспрессе. Вот только без убийства, с роботами, с шифрами и кодами, которые прячутся в обычных диалогах. В общем, короткий интеллектуальный вызов всем, кто отлично знает английский. Пришла пора ускоряться. Мак Миллан показал новый трейлер Super Meat Boy Forever. Обещает, что несмотря на то, что по жанру это раннер, это будет достойный продолжатель дела Super Meat Boy. Практически полноценный сиквел, просто без унылой циферки 2 в названии. Оценить сможем уже к лету будущего года. Клип оказала новый геймплей их симулятора ребенка, Hot Lava. Как и предполагалось, довольно динамичный акробатический платформер от первого лица. Правда, главный герой как-то медленноват кажется, но возможно это пока только сейчас. Автор Стардрю Валли доложил, что занят разработкой нового проекта. РПГ про школу магии. Уже пообещали смену дня и ночи, свидания и, разумеется, волшебство. А вот названия и даты релиза пока нет. Зато они есть у Пику Нику, необычного платформера, за которым я наблюдаю в Твиттере. Довольно интересная штука, пощупать которую получится только в следующем году на ПК или Свитче. А вот это должно тебе понравиться. Авторы Crypt of the Necrodancer взялись за разработку симулятора строительства большого промышленного города. Industries of Titan. Даты выхода пока нет, зато в Steam уже есть страничка. Sunless Skies вышла в ранний доступ 30 августа. Первые поигравшие говорят, что это все так же интересно и увлекательно, как Sunless Sea, только с нормальной боевой системой. Что меня лично очень радует. Кроваво-красный киберпанковский шутер Ruiner обзавелся датой выхода. Побегать мужиком в прикольной технологичной маске мы сможем уже 26 сентября. А первый эпизод Hive Swap должен появиться чуть меньше, чем за две недели до этого, 14-го числа. И где-то в той же окрестности календаря в продажу поступят физические копии Limbo и Insight для консолей нынешнего поколения. Главный симулятор перемешивания грязи, Spin Tires, получит дополненное издание, прям в соответствии со всеми современными трендами. Осталось только заметить, что в Darkest Dungeon скоро прибудет новый герой и можно переходить к Блицам. Фен на этот раз решил обойтись краткими пробежками под тем проектом, что удостоились на нашем сайте отдельных видеообзоров. Так что в основном рассказывать буду я. Про игры, конечно, не столь заметные. И от отечественных разработчиков, которые не поленились и набежали на наши лички. Так что мотайте на уст те, кто планирует покорять Steam или еще каким образом реализовывать свои геймдизайнерские амбиции. Однако стоит отметить, что за все подряд мы тоже не хватаемся. Все-таки игры должны вызывать интерес. К счастью, сегодня в этом отношении полный порядок. С удовольствием ознакомился. Ну тогда вперед, делись. В первую очередь, давайте обсудим Dragon's Dungeon Awakening. Не знаю уж как вы, но я, когда прочитал название, угадал жанр с первой попытки. Да, это очередной рогалик. Миру угрожает некий дракон. Чтобы его победить, надо приготовить зелье. Чтобы приготовить зелье, надо завалить несколько драконов поменьше. Каждый из которых сидит в своей зоне, с несколькими уровнями, полными монстров, зелий и рандомной генерации. И, в принципе, неплохой мультяшной графики, судя по всему. Да, картинка тут симпатичная, хоть и без каких-то выдающихся стилистических решений. Но я все же про геймплей больше хотел. Там достаточно интересно. Конечно, конечно. На мой взгляд, влюбить в себя с первого взгляда рогалики просто-напросто не могут. Лично у меня они вообще в последнее время в основном настороженность вызывают. Так как рандомная генерация, а также всякие оригинальные трюки, которыми авторы пытаются встряхнуть концепцию, зачастую рушат баланс и смысл. Так вот, Dragon's Dungeon Awakening за пару часов моего с ней знакомства умудрилась как себя похоронить, так и реабилитировать. Причем по несколько раз. Ну, давай по порядку. Первое впечатление было сугубо негативным. Потыркавшись по стартовому хабу, в котором, как оказалось, на раннем этапе игры вообще нельзя ничего сделать, я отправился на уровни и там загрустил. Скучные искусственные коридоры с расставленными тут и там монстрами не давали особо простора для экспериментов. Бои ситуацию усугубляли. Они здесь прямолинейные до нельзя. Подходишь к противнику и кликаешь. Удар твой, удар его, удар твой, удар его. Исход решают характеристики персонажа и рандом, конечно. Звучит и правда не весело. Потом я узнал, что в игре есть кристаллы. Так сказать, сквозная валюта, которая сохраняется после смерти от одной попытки прохождения к другой. И, собственно, именно она и применяется в стартовом хабе в дальнейшем. Лично для меня факт не особо отрадный. Не люблю подобный элемент геймплея. Так, я все жду не дождусь, когда же ты уже перейдешь к позитивным моментам. Позитив начался после того, как я поменял персонажа. Изначально на выбор дают четырех, плюс еще столько же можно открыть за те пресловутые кристаллы. Так вот, сначала я почему-то зациклился на паладине, у которого в качестве активного умения используется банальное заклинание лечения. Когда же я попробовал мага, а потом еще и воина, то понял, что у игры-то есть, мать его, тактическая составляющая, вытекающая из возможности дистанционной атаки, зависящей от маны. И сразу все вокруг заиграло новыми красками. К ресурсам, находящимся на уровне, я начал относиться с умом. Планировать, к чему сначала имеет смысл пробраться, что отложить на будущее, что вообще проигнорировать. Стал приглядываться к врагам, рассчитывать, кого лучше завалить издалека, кого в рукопашную, ну и так далее. Одолел несколько уровней, понял суть местной нестандартной системы прокачки, которая на самом-то деле достаточно бесхитростная. В дереве, представленном в качестве череды соседствующих друг с другом блоков, есть какие-то важные активные таланты, а есть филерные плюсики к изначальным характеристикам, типа силы, ловкости и так далее. Ну то есть ты сейчас говоришь, что, грубо говоря, при выборе одного персонажа игра уныла и скучна, а при выборе другого задорно и интересно. Как так-то вообще? Да вот сам удивляюсь, но, судя по всему, так оно и есть. Во всяком случае, на начальных уровнях. Может, конечно, в дальнейшем все классы проявляют себя во всей красе, но, знаешь ли, проверять как-то не хочется. Все упирается в то, что у некоторых персонажей со старта ману можно использовать как непосредственно инструмент для прохождения, а у некоторых она играет просто роль расходника. Такие дела. Ну ладно. Так, а скажи, что вообще можно на уровне еще обнаружить помимо врагов и препятствий? Торговцев, обелиски для прокачки характеристик, сундуки или еще какие источники ресурсов и снаряжения. Плюс слот машины, выдающая рандомный приз. Здесь еще, кстати, крафт имеется, но, блин, тоже очень спорная вещь. Я так и не понял, как и что тут вообще можно создавать и что для этого нужно. А этапе на третьем инвентарь уже ломится от всяких листочков, камешков и прочей хрени. И опять ты недовольство свое высказываешь. Срочно нужна порция положительных фактов. Самый главный положительный факт, в игру хочется вернуться. А в процессе прохождения путешествие действительно затягивает. Постоянно думаешь, ну ща вот еще этот уголок зачищу, ну вот еще один уровень заработаю, ну вот эту парочку монстров завалю. В этом отношении прям такая крупица Айзека присутствует. Что, конечно, клево. В общем, смотрите, суть в том, что я бы на месте разработчиков многое на самом деле сделал бы по-другому. Эта игра откровенно не под меня заточена. Но при этом мне понравилась и хочется распробовать получше. Наверное, это хороший знак. Очень похоже на финальный вывод. Что ж, будем надеяться, наши зрители не запутались во всех этих противоречивых ощущениях и проследуем ко второму номеру программы. Им оказался занятный проект под названием Great Esports Manager. И, как можно понять из названия, займемся мы в нем менеджментом киберспортивной команды. Слушай, тема вроде настолько очевидная, а я вот как-то даже не припомню, были ли раньше какие-то аналоги. Я тоже припомнить не смог. И да, тема действительно клевая. А в свете методичного прогрессирования киберспорта в глазах мировой общественности еще и весьма актуальная. Интересно, есть ли отсылки к реальным действующим лицам? Я не настолько погружен в культуру, чтобы об этом судить. Зато очевидно, что отсылок, хотя чего уж отсылок, прямолинейного троллинга Северной Кореи здесь в достатке. Эта гордая страна тут выступает в качестве главной оппозиционной силы. Их правитель пытается устроить игроку дополнительные пакости и постоянно прибегает к услугам своих силовых структур. Неожиданный поворот. Я-то думал здесь речь именно о менеджменте, а не о суровом противостоянии. На самом деле противостояние фоновое, а весь процесс это да, менеджмент в чистом виде. Но вот эта вся северокорейская история придает игре особого шарма, гротеска и черного юморка. К примеру, нашим наставником тут является чувак-кореец, которому правительство руки отрубило за то, что он в видеоигры играет. Ха, нифига себе. Ну да. Но лично у меня все это вызывает приятные ассоциации с FIM Hospital. И это комплимент. Но давайте уже геймплеем. Есть у нас буткемп, в котором подопечные могут тренироваться, чтобы повысить свои характеристики, могут стримить, чтобы зарабатывать бабло, могут спать, чтобы восстанавливать жизненные силы, и могут заходить в некое виртуальное пространство, чтобы соревноваться с другими кланами. Это основные направления деятельности, комбинируя которые, мы добываем ресурсы в виде денег и очков славы, а также контролируем душевное состояние киберспортсменов, которым нельзя слишком уж часто купаться в лучах славы, но, с другой стороны, и оставаться без внимания твич зрителей тоже не следует. Звучит классно. Прям симулятивный подход, максимально приближенный к реальности. Ну да, детальки всякие радуют. К примеру, скилл игроков разрабатывается по четырем направлениям. Шутаны, РТС, мобы и файтинги. Из буткемпа вылезаем мы сугубо на соревнования. Есть всякие местечковые турниры, в которых наши орлы выступают в фоновом режиме, а есть более серьезные события, с комментаторами, радующими юморком в диалогах, сценой и зрителями. Тут уже задействуется аркадный элемент. Во время матча мы помогаем своим подопечным, участвуя в мини-игре на реакцию, когда нужно в маленьком окошке тыркнуть мышкой по красной мишени, избежав при этом синие. Эти мини-игры, кстати, иногда появляются и в буткемпе во время всяких рутинных занятий, чтобы игрок не особо скучал. А тут вообще есть какое-то деление на глобальные уровни, этапы, как в Тайкунах, например? Или весь процесс это одна большая компания? Второе. Причем компания это не особо продолжительная, судя по отзывам. Я-то лично не проходил целиком, и непонятно, смогу ли. Ведь то ли лыжи не едут, то ли я не шибко сообразительный, но все никак не могу разобраться, каким образом мне расширить жилье, чтобы пригласить больше киберспортсменов. Не исключено, что в моем прохождении я еще типа по сторилайну до этого не дошел. Но ответственная за модернизацию буткемпа менюшка у меня есть, но в ней ничего не выбирается и не нажимается. Прям расстройство. Но постараюсь еще разобраться. И вам, собственно, советую попробовать. Игра клевая, ненапряжная и со своим настроением. Окей, интересно было послушать. Ну а теперь давайте я вам кое-что расскажу. Предсказуемо буду краток. Давай, я тебя даже перебивать не буду. С Needhawk 2 в принципе как бы все и так понятно. Если вам понравилась первая часть, то и вторая должна зайти. Это не какой-то глобальный шаг вперед с переходами в 3D или заявками на серьезный киберспорт. Это все тоже увлекательное и ультракровавое валяние дураков с протыканием врагов и наградой в виде самопожертвования. Просто теперь есть больше оружия. К шпаге добавились меч, кинжал и лук со своими уникальными особенностями поведения. Появилась пара новых приемов, знатно освежили внешний вид арен, разнообразнее и веселее стал подбор музыки и так далее. Главное и единственное, что может отталкивать, и судя по интернету делает это, оно вполне эффективно, это визуальный стиль. Гротескная мультяшность, чем-то напоминающая многим Симпсонов. Но тут мне сказать, честно говоря, нечего. Это вкусовщина. С Rock of Ages 2 ситуация абсолютно симметричная. Это улучшенная, доработанная, оригинальная игра, но без каких-то драматических изменений. Больше шаров, новых ловушек и препятствий, 15 абсолютно новых локаций, сюжет, если можно так выразиться, тоже свежий. Но глубоко внутри это все та же игра и, соответственно, ожидать от нее чего-то прям свежего нельзя. При этом я не веду к тому, что игра вообще плохая или вторичная. Наоборот, те углы, которые нагло торчали в первой Rock of Ages, здесь сгладили. Систему ловушек и выбора валунов сбалансировали в лучшую сторону. И вообще игра генерирует все тот же угар и веселье, что и раньше. Она больше, она и не претендует. А если хотите более развернутое мнение о кандидатах услышать, добро пожаловать на сайт, знакомиться с полноценными обзорами. Нам же пора прощаться. Как лист увядший падает на душу. Да, вот и осень наступила. Потихоньку покупаются билеты на Игромир, намечаются встречи, обговариваются сходки. И в конце месяца, еще до следующего выпуска Индикатора, мы снова встретимся с вами, друзья, лицом к лицу, так сказать. О независимом игротворчестве речь зайдет вновь ровно через месяц, 10 октября. Прямо здесь, на СтопГеймРу. Прямо здесь, на СтопГеймРу. КОНЕЦ Продолжение следует...